При создании навигационных измерительных комплексов стремятся решить следующие задачи. Обеспечить взаимную коррекцию погрешности измерительных устройств, входящих в комплекс. Осуществить фильтрацию изглаживания помех и возмущений, возникающих в измерительных устройствах. Повысить точность, достоверность, надежность измерений. А также осуществить наиболее полное решение навигационных и пилотажных задач. При построении комплексных навигационных систем применяется способ взаимной коррекции и фильтрации погрешности измерительных устройств, связанных между собой линейными и нелинейными фильтрами. Этот способ реализуется путем объединения в общую систему таких измерительных устройств, которые основаны на различных физических принципах измерения, определяют один и тот же навигационный параметр или его производные по времени и отличаются характером стационарности и спектральной плотности погрешности. Наиболее эффективным оказалось объединение непрерывно действующих в автономных устройств числения пути, воздушного, доплеровского, у которых погрешности имеют низкочастотные составляющие. Значит, и объединяют их, как я сказал, с неавтономными и дискретно работающими навигационными устройствами, радиотехническими, астрономическими, которые обладают высокочастотными погрешностями. Такое объединение мы рассмотрим на другом занятии, А сегодня мы рассмотрим системы воздушно-доплеровские системы счисления. То есть, две системы счисления, обе основаны на счислении пути, но одна воздушная, другая доплеровская. Системы воздушного счисления пути являются непрерывно действующими и автономными навигационными устройствами. Однако, минусом таких систем является то, что мы определяем истинную воздушную скорость, а для счисления пути нам нужна путевая скорость, то есть скорость относительно Земли. То есть, при измерении скорости относительно воздуха у нас не учитывается скорость ветра. И, соответственно, эту скорость ветра мы каким-то образом должны измерить и добавить к истинной воздушной скорости. А в доплеровских системах счисления как раз-таки учитывается скорость ветра, то есть определяется путевая скорость, которую нам необходимо определить. Но при некоторых условиях работы нашу систему счисления доптеровскую необходимо отключить, потому что всё-таки это источник радиоизлучений, и, соответственно, для военных целей это демаскирует самолёт. Ну и кроме того, при полётах, при определённых условиях, например, при полёте над кладкой поверхности воды, могут быть большие погрешности счисления. Ну, к примеру, в примере с водой, то отражённый сигнал может просто не дойти до самолёта. Рассмотрим структурную схему такого воздушно-доплеровской системы. Значит, исходная информация у нас мы получаем от доплеровского измерителя, датчика курса и датчика истинно-воздушной скорости. Значит, доплеровский измеритель нам выдаёт значение путевой скорости и угла сноса. А всё, что со штрихом, это, соответственно, измеренные значения, ну, соответственно, они имеют определённую погрешность. Датчик курса нам выдаёт курс самолёта и датчик истинно-воздушной скорости. Всё это поступает на какой-то блок, на какой-то вычислитель, на выходе которого мы получаем проекции путевой скорости W и истинно-воздушной скорости на какие-то оси X и Y. Ну, например, одна из них направлена на север, другая на восток. Большого значения сейчас это не имеет. Далее это поступает на переключатель. Переключатель имеет два положения. В первом положении у нас на интегратор поступает сигнал проекции путевой скорости, полученной от доплеровского измерителя. Она интегрируется, и мы получаем, соответственно, координату, какую мы хотим. Но когда мы отключаем доплеровский измеритель, мы переключаемся в положение 2, так называемый режим памяти, когда уже сюда будет поступать сигнал с датчика истинно-воздушной скорости, фактически с учётом скорости ветра. Давайте немножко разберёмся поподробнее. В основном режиме выполняются две функции. Это счисление пути по сигналам доплеровского измерителя и запоминание скорости ветра на интеграторах. А счисление пути производится, как я уже сказал, за счёт того, что вот эта скорость, проекция путевой скорости, полученная от доплеровского измерителя, скорости сноса на ось x, ну и на ось y, мы будем рассматривать только пока один канал, поступает на интегратор, интегрируется, и мы получаем вот эту координату x путём счисления. При этом погрешность измерения скорости будет записываться вот таким образом, то есть тут ничего такого нет необычного, то есть измеренная, и мы вычитаем действительную скорость. А погрешность числения пути, соответственно, интеграл от погрешности измерения скорости. Другим, более важным, является запоминание скорости ветра на интеграторах, то есть каким образом это происходит. На выходе интегратора, как мы увидим это позже, формируется вычисленное значение скорости ветра. Она суммируется со значением истинной воздушной скорости, и на выходе мы получаем фактически путевую скорость. Вот она путевая скорость, отмечена с двумя штрихами. С одним штрихом это путевая скорость получена от диса, а с двумя штрихами, вот она, это путевая скорость получена путём сложения, ещё раз, да, истинной воздушной скорости, полученный от системы воздушных сигналов, в данном случае от датчика истинной воздушной скорости, и вычисленной скоростью ветра. Мы получили, значит, WX2'. И как раз-таки она потом, когда в положении 2 переключатель будет, будет поступать уже на интегратор, и путём интегрирования её при выключенном доплеровском измерителе мы будем получать текущие координаты. И это угловая скорость. Кроме того, значит, в режиме, в основном режиме, поступает на сумматор, где вычитается из путевой скорости, полученной от ДИС. То есть вот в этом месте, на входе интегратора, мы получаем разность WX' минус WX2'. Этот сигнал поступает на интегратор, и, соответственно, вот эта скорость ветра, УX' у нас здесь обозначена, будет равна как раз разности вот этой, и на КП. Так. И давайте сейчас мы это попробуем преобразовать. так, ставим вот эти выражения, которые мы только что получили, чтобы они у нас были перед глазами. И давайте преобразуем, как лучше вот так вот размещу. Значит, что у нас получится? Так, минуточку. Значит, У'Х будет равен WX', а за место WX2' мы подставим вот эту сумму. То есть минус WX' минус УX'. Ну и преобразуем, да? А, и умножить на К, деленное на П, конечно. Раскрываем скобки, немножко преобразовываем. У'Х' переносим влево, и с левой стороны у нас получается У'Х' в скобочках единицы, плюс вот это вот КП, К на П. А слева у нас остается вот эта разность, WX' минус ВX', и с этой стороны у нас тоже будет КП, К на П. Все это умножим на оператор Лапласа. Так, и получаем У'Х' П плюс К равно, ну, просто местами поменяю К, напишу впереди, на WX' минус ВX'. Вот этот штрих плохо видно, поярче его сделал. Ну, и окончательно можно получить, что У'Х равно К, деленное на П плюс К, WX' минус ВX'. Такое же выражение можно было получить немножко другим способом. Давайте попробуем тоже. ту структурную схему, какая у нас была, я ее сюда вставлю пока, потом удалю для наглядности. И если вот этот сумматор перенести влево, то мы можем вот эту структурную схему перерисовать вот таким образом. То есть на входе мы будем иметь В'Х' как бы будет с минусом, а W' Х' с плюсом. То есть W' Х' минус В' Х' это поступает на сумматор, причем у нас вот здесь будет отрицательная обратная связь. И выходом мы сделаем У' Х' то есть чтобы как раз получить, чему он будет равен, чтобы так было удобнее. И поэтому вот этот интегратор окажется наверху. К деленное на П. Значит здесь на выходе У' Х' и просто единичная отрицательная обратная связь у нас поступает вот сюда. И вот мы упростили эту структурную схему. Так, это я пока удалю. И у нас тогда получается передаточная функция. Передаточная функция замкнутой системы. Вот П. Выходом будет являться У' Х' от П. А входом вот эта разность. То есть разность путевой скорости и истинно-воздушной скорости. Ну, там все от П должно быть, ладно. Тут напишу, а там уж давайте тоже вот так от П хотя бы. И оно будет чему равна? Значит, прямая связь. Значит, числитель мы просто напишем К на П. Кто это забыл повторять и Тау. Делим на единицы плюс W разомкнутая. Разомкнутая система у нас тоже просто К на П. И если это преобразовать, то у нас получится К деленное на П плюс К. Ну-ка, сравним с предыдущим. К деленное на П плюс К. То есть точно такая же передаточная функция. Если ее опять немного преобразовать, то получается, то есть числитель и знаменатель делю на К. Вот так получат единицы на К на П плюс единицы. То есть передаточной функцией является просто А периодическое звено с постоянной времени вот этой, равной единице на К. Это постоянное время вот этой цепочки. То есть мы можем получить, что в установившемся режиме, так вот все те же самые выражения здесь уже выписаны, что в установившемся режиме у х' как раз равен разности путевой скорости и истинно-воздушной скорости. А это и есть скорость ветра, точнее в данном случае проекция скорости ветра на ось х. Как раз то, что мы и хотели получить. То есть все время на интеграторе у нас будет формироваться текущее значение скорости ветра. Погрешность измерения этой составляющей вектор будет записана, короче говоря, вот в таком виде. Где первое слагаемое – это динамическая ошибка определения скорости ветра. А второе слагаемое будет определяться погрешностями ДИС Погрешностями ДИС и истинно-воздушной скорости в конечном счете. Когда же нам необходимо выключить доплеровский измеритель, включается режим памяти. То есть переключатель переключается в положение 2 и на вход интегратора поступает сигнал WX'. Еще раз повторим, как скорость истинно-воздушной скорости и того вычисленной скорости ветра. Ну, все, что я говорю, это, конечно, все в проекциях. В данном случае проекция на ось Х. Вот. То и вычисленной скорости ветра. И, соответственно, выходная координата будет равна интеграл от этого значения. Вот. Ну, при этом тоже у нас, конечно же, будет погрешность. Значит, здесь у нас вот это ΔUX, то есть значение погрешности. Это изменение скорости ветра во время второго режима, то есть с учетом того, что у нас было какое-то значение ветра. Так, сейчас я вставлю, вот. Вот ΔUX, то есть это текущее значение ветра, реальное, минус UX нулевое, то есть то значение ветра, которое было в момент переключения. Ну, ΔUX, это погрешность системы воздушного исчисления, это понятно. И сумма вот этих погрешностей у нас получается, ну, все время будет интегрироваться и как-то увеличиваться, естественно. А другая составляющая, это начальная погрешность определения скорости ветра. ΔUX нулевое. Сейчас давайте я тоже вставлю, чему он равен. Вот, ΔUX нулевое, то есть UX нулевое штрих, это вычисленное значение скорости ветра, запомненное на интеграторе, а это действительное значение скорости ветра, какое было в этот момент, и как раз эта разность, то есть за счет того, что мы не ровно, не точно вычислили, будет давать вот эту погрешность. Вот, на этом все, такое небольшое занятие закончено.